МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гостя нашей программы, сегодняшнего гостя, которого я совершенно неожиданно для себя встретил буквально в 300 метрах от собственного дома и возблагодарил судьбу за то, что замечательный советский футболист, заслуженный мастер спорта СССР, один из авторов самого большого достижения в истории нашего отечественного футбола, четвертого места на чемпионате мира 1966 года в Англии, Владимир Алексеевич Пономарев, так рядом, так близко с нами живет. Владимир Алексеевич, здравствуйте, очень рад вас видеть. Спасибо, что к нам приехали. Это тоже очень приятно. У вас, я посмотрел, когда стал изучать вашу карьерную биографию, я неожиданно понял, что вы поиграли, или, по крайней мере, имели отношение к трем основным московским клубам. И к «Динамо», и к «Спартаку», и к «ЦСК». Ваша основная, естественно, карьера – это карьера армейца, но до этого вы могли попасть в «Спартак», а начинали карьеру в «Динамо». Как так получилось? Вот такая судьба у меня, действительно, такая интересная довольно получилась. Начинала, да, в московском «Динамо». Тогда был тренер Михаил Васильевич Якушин. Я еще совсем мальчишка, где-то мне лет 16, по-моему, или 17, вот так. Но я играл за третью мужскую команду «Динамо»скую. Что такое третья мужская? Ой, тогда была первая команда мужская, вторая мужская и третья мужская команда. Тогда было много команд «Динамо»ских. И все играли на принцах города. Я играл за третью мужскую команду, где играли в основном ребята, которые играли в русский хоккей. Мастера, короче говоря. Даже в канадский хоккей, там Стасик Петухов играл, центральным нападающим Попугин, центральным нападающим. Это русский хоккей, да. И вот в такую компанию хорошую я попал. Они меня с удовольствием приняли. Вы в хоккей не играли при этом? В хоккей чуть-чуть играл, в шайбу. Чуть-чуть играл, да. Они меня с удовольствием приняли. Почему? Потому что у них не было права крайне нападающего. А я как раз, у меня скоростные качества очень хорошие были. Стартовый рывок хороший. В общем, они меня приняли очень здорово. Я забивал, все время забивал, каждую игру забивал. И даже считал, если я одну игру не забил, я даже нервничал. Как же так, я нападающий, я не забил гол. Ну, это по-мальчишески я рассуждал. И в конце концов, меня приглянул Якушин. И второй тренер у него был, сел Константин Блинков. Вот, второй тренер. Такие имена вообще, да. Да, да. А Блинков еще играл с моим отцом в одной команде, в Динамовской. Вот. Он как-то мне говорит, Володь, давай мы тебя попробуем за дубль. Я говорю, все, Константинович, я, конечно, с удовольствием, но что-то сомневаюсь. Любирующий состав московского Динамо, елки-палки, это же... Да. Особенно в те годы, это же вообще звездные составы. Конечно, конечно. Вот. И, значит, первая игра у меня была дубль на основной состав. Играли на малом стадионе Динамо. Против Яшина играли. Да, против Яшина. И против меня играл, был такой защитник в московском Динамо, Борис Кузнецов. Ну, Кесарев-Крыжевский Кузнецов, знаменитая защита Динамовская, конечно. Значит, мы играем. И я очень хорошо эту игру запомнил. Первую мою игру за дублирующий состав московского Динамо. Мне, значит, Борис Кузнецов говорит, Володька, кто-то там тебя с трибуны зовет вроде бы. Я говорю, да где, где? А он в это время угловой подавали, угловой подавали Динамо. Он в это время подключился, получил мяч и подал на штрафную площадку. Я думаю, что ж он меня обманывает-то? Разве так можно, думаю. Вот такая интересная ситуация произошла. Он, наверное, смеялся потом. Ага, ага. А потом мне Куша говорит, а что ты себя слушаешь-то? Ты играй, говорит. Поразительно то, что вот даже вот вы начали с этого, атмосфера была другая. То есть вот, ну, как бы все друг с другом, не то чтобы дружили, но это была какая-то нормальная вот человеческая абсолютно атмосфера. Да, очень, очень человеческая. Я даже, как у меня было интересно, я же еще учился в техникуме в то время. В каком? Станкоинструментальной. Меня из школы-то выгнали за то, что я прогуливал, футбол все время играл. Поступил в техникум. Это в восьмом классе, видимо, да, где-то? В девятом уже. В девятом, да. После восьмого. Вот. Что я хотел сказать, что-то умное хотел сказать и забыл. Вы учились одновременно в техникуме, просим про атмосферу. Да, да, да. Что вот вы одновременно учились в техникуме, играли за команду, и вот эта вся общая атмосфера. Да, очень доброжелательная атмосфера. Я помню, когда тренировка была, я очень торопился, в техникум торопился. У нас была тренировка с утра на малом стадионе «Динамо». И мы оттренировались, и в одной раздевалке все раздевались, и основной состав, и дублирующий, и все вместе. Я, значит, под душ не иду, одеваю на себя все. А Яша мне говорит, Володька, а ты что не моешься-то? А этот самый, Крыжевский, да, говорит, кости не потеет. А я дохлый был. У меня было 67 килограмм. Кости не потеет. 67 килограмм. Ну, все посмеялись, в общем. И я убежал. Я понял, что ты действительно... А никто не понял, что я не моюсь после тренировки, и я не моюсь. Ну, опаздывали же. А техникум далеко раз. Техникум далеко. А, на Масвилинской улице. О, да, с Динамо-то прилично, по тем временам все. Да, по тем временам далеко. Всякие трамваи, небось, там, да, или как там? Да, троллейбусы, метро и троллейбусы. Вот, и вот так, очень дружеская остановка была. Подсказывали все ребята, даже с основного состава, я очень хорошо помню. Какое впечатление производили тогда вот на вас люди калибра Яшина, того же, да, или того же Кузнецова? Ну, если вспомнить, допустим, Яшин после игры. Это какой был год? Это 60? 60. То есть он уже чемпион Европы, он уже олимпийский чемпион. Да, конечно, конечно. То есть он уже все регалии. Да, конечно. Это 62-й, 63-й, 64-й годы. Если Яшина после игры ехал на метро с своим чемоданчиком, на метро ехал до Сокола, и его толпа палельщиков провожала, брала у него чемоданчик, и вместе с ним они ехали на метро. Вот такая обстановка была потрясающая. Да, и при этом, я так понимаю, что уважали-то все, да, все поголовно. Очень, очень уважительно относились ко всем. И как же вас потом вот угораздило попасть не в «Динамо», потом чуть не попали в «Спартак», а потом в итоге в «Цейска». Сейчас расскажу. Значит, это был такой момент, что я бросил техникум, потому что нужно было уезжать на сборы с «Динамо». Либо-либо, конечно. В Сухуми. И мне поставили такие условия. Или ты учись, или ты давай, мы тебя берем в состав уже, все, и на ставку. Сколько денег? 400 рублей. Просто я сейчас пойму, что такое 400 рублей по тем временам. Много? Бутылка водки стоила 2,87. Ага, понятно. Аргумент. Так. Ясно. 200 бутылок почти так. И мы всем составом и дублирующим и основным приехали в Сухуми. Не в Сухуми, вру, не в Сухуми, Гагры. Гагры. И что интересно, самая первая игра у меня, опять играем дубль на основной, буквально через 2-3 дня, пока акклиматизировались немного, пока потренировались на поле, погода замечательная, на море сходили, все это красиво. И играю дублирующий состав на основной, я играю право нападающего. Забил гол даже в основном составу. Яшину. По-моему, не Яшин стоял. По-моему, Беляев был в воротах. Нет, да, не Яшин. Потому что, мне кажется... Тоже хороший вратарь был. Да, второй вратарь, очень хороший вратарь был. И тут я выхожу тоже один на один с вратарем, и мне подкатывается в ноги Константин Крыжевский. Бьет меня сзади по правой ноге. Я кверху тормашками, как говорится, боль почувствовал в ноге. И это была товарищеская, по сути, игра. Товарищеская, да. Ничего себе. Да. Вот Зельдович был у нас доктор. Тут же, да, назначили 11-метровые ворота основного состава. Меня увели из-за поля. Чувствую боль какую-то в ноге. Уже играть больше не смог. Ну, да, игра закончилась, короче. Приквылял я, кое-как приквылял в гостинице. Ну, не в гостинице, но да, мы жили в санатории. В санатории, да. Нога горит. Зельдович не помазал чем-то. Говорит, ничего страшного, пройдет все у тебя. Ну, я заснул. Утром она вот такая, да? Утром, да. Утром не могу встать на ногу. Но мне говорят, Володь, да нет, ничего нет. Давай-ка на зарядку. Я поковылял на зарядку. Ну, еле-еле все убежали, а я кое-как поковылял. Потом все хуже и хуже мне. Я говорю, ребят, что-то у меня плохо с ногой-то. Ну, давай попробуем сделать рентген. Повезли меня в Гагра, где-то такое сделал рентген. Оказалось, перелом ноги. Кошмар, это выяснилось еще на зарядку. И кости вот так вот торчат. Кошмар, так. И меня в Москву встречает на самолете, встречает мать с отцом, мать рыдает. Вот такая же ситуация, как с отцом. Отцу два раза ноги ломали, тебе уже сломали ноги. Бросай к черту этот футбол. Обратно в техникум. Да. А я в техникум. Да, правильно. Как раз были экзамены выпускные. Я приехал, закончил техникум. Ну, на костылях, правда, прыгал. Закончил техникум. Но, правда, он мне не пригодился, конечно. Вот. Так. И вот такая судьба у меня, значит, получилась. А Спартак-то откуда взялся? А Спартак, это уже другая эпопея. Я еще целый год потом подказал. А, Якушин сказал, значит, чтобы меня не брать Динамо, потому что у него, он говорит, как у отца, кости слабые. А они не потеют, между прочим. Да. Так. Вот. И я целый год, весь 61-й год, я отыграл команда Волга-Город-Калинин. Ну, это же дочерняя, то, что называется, да? Это же такая команда МВДшная, да? Да, да. Ну, все правильно, да. Там играли все игроки, которые уже сошли с футбольной арены, с большого футбола. Там и был такой футболист ЦСКовский, Вася Бузунов, Дуничкин-Торпедовский. Ну, еще там пару-тройку игроков. Всех туда, да. Ну, все вопивохи, все там были. Ой, ужас, что творилось там. А как вы это... Дождите, сейчас, давайте восстановим последовательность. Техникум закончили. Да. А дальше все равно футбол? Дальше все равно футбол. То есть по специальности не пошли работать? Нет, конечно. Так диплом и остался у меня до сих пор. Да, понятно. То есть все равно родители не удержали? Нет, нет. Я уехал в Калинин самостоятельно. За мной приехали на машине. Ну, просто у меня был хороший товарищ, не товарищ даже, тренер Жарков, Виктор Жарков. Вот, и мы с ним давно были знакомы. Его ваша худоба не смутила? Нет. И он меня рекомендовал туда, в Калинин уехать. Я говорю, да, Виктор Иванович, да. Я говорю, далеко, ну, чего я поеду? Нет, нет, там хорошие ребята, хорошие команды. Давайте к Спартаку. А, вот, хорошо. Отыграл я целый год в Калинине. Так. Мы заняли... Это нынешняя Тверь. Да. Первое место мы заняли, потом мы уехали на пульку играть за выход в высшую лигу, но высшую лигу вытащили крыльцовета Куйбышев. А Калинин остался опять в класс Б. Ну да. Класс Б. Я приехал в Москву уже, никуда больше не собирался. Думаю, ладно, еще годик поиграю, нормальный, запрат там хороший. И вдруг мне ожидается звонок. Звонит Николай Петрович Старостин. Владимир, вот так и так, мы решили тебя пригласить в Спартак. Я думаю, елки-палки, Спартак. Я отцу говорю. А тогда было все-таки как-то неприлично. Динамо, Спартак, какая-то компенсация была. А, все-таки был уже, да? Обязательно. Антагонизм-то уже был. Никуда ты не денешься. Я думаю, отец играл в Динамо. Я как-то весь динамовский. Ну, что я поеду в Спартак? Отцу говорю, вот так и так. Ну, говорит, сходи, посмотри, что там, какие условия не было даже разговора. Если понравится, говорит, ну, давай, оставайся в Спартаке. Я пришел в Спартак. Тренировки уже тренируемся, 3-4 месяца тренируемся, но мне приходят все время повестки из военкомата. Каждая неделя мне повестки приносят. И это, то есть, смотрите, как получилось. Сначала вы тренировались со звездами Динамо. Да. Потом со звездами Спартака. Успели потренироваться. Успел, да, здорово, да. Вот со всеми там, кто там, НЕТа. Да, ой, такая компания Сальников, вся эта компания была очень интересная. Потрясающе. То есть, вы поработали, скажем так, со всеми звездами всех клубов. Это ведь, на самом деле, большое счастье. Потому что, ну, одно, про сборную мы еще поговорим. Но ведь вот это вот, вы попали в клубную историю трех величайших на тот момент, ну, торпеда позже появилась, да, вот трех величайших московских клубов. Точно, мне очень повезло. Потрясающе. Да. И очень приятно было с ними общаться, потому что все простые люди, абсолютно. И Сальников, и Исаев, и Ильин, и НЕТа. Все простые ребята. НЕТа, говорят, не простой человек был. Кто? НЕТа. Ну, это, ну, своеобразный, но тоже простой. Говорят страшно, говорят страшно матерился. Бараны, бараны. Он все время говорил «бараны». Да, да, все вспоминают. Кто к нам из ветеранов приходил, все вспоминают, как на это говорил «бараны». Потому что он любил техничный такой футбол, если отдавал неправильный мяч, он «баран». Так, и повестки, повестки, ну, дальше понятно, дальше я догадываюсь, дальше на одну из повесток пришлось... Нет, не пришлось. Пришлось бежать один раз по балкону, я жил на Кутузовском проспекте с родителями, прыгал, прыгал с одного балкона на другой, там метр полтора, седьмой этаж. Ничего себе! Да, прыгал с одного балкона на другой, за мной пришли, убежал через соседний подъезд. Потрясающе. Так. И потом, в конце концов, меня выловили. Выловили, привезли, был тренер Константин Иванович Бесков в ЦСКА, и направили меня в Лефортово проходить курс молодого бойца, обязательно. Отстреляться там нужно было, принять присягу. То есть никого не волновало, что вы тренируетесь в «Спартаке», да? Нет, конечно. Нет, конечно. Потрясающе. Вот сейчас бы так вспомнить. У нас тут люди, вон, некоторые, какая армия, там, что? Я сейчас опять вспомнил двух наших героев. Да, да, да. Да. Вот. Я, значит, звоню отцу, отец, говорю, ну что, я долго здесь буду. Бесков его же хороший приятель, друг вместе. Но они же динамовцы. Динамовцы, да. Друзья были вместе, так сказать, много лет. Играли вместе. Играли вместе. Да, конечно. Он звонит Бескову. Кость говорит, вот так и так. Он говорит, да я знаю, что ты, Леша, беспокоишься. Сейчас мы уезжаем на сборы, я его забираю с собой. Уезжали мы в Сухуми на сборы. И я поехал. Поехало всего человек 45. Три состава. Ничего себе. Играл целый год право крайне нападающего. Забивал. А потом мне Константин Иванович говорит, Володька, ты у нас, наверное, не пробьешься. Давай подберем тебе армейскую команду. Хочешь, в Ростов езжай. Хочешь, еще там какая-то команда. А, Скахабаровск была. Вот. И так получилось, что Константин Иванович сняли с работы за что? За то, что он... За 64-й год? В 64-м году занял второе место на чемпионате Европы. Его снимают с работы. Фантастика. Сейчас так подумать, да? За финал чемпионата Европы. Испании проиграли. В Мадриде 1-2 в финале. Это для тех, кто просто не знает. Да. И Константин Иванович вынужден был уйти и из сборной, и из ЦСКА. А в ЦСКА пришел Соловьев. У нас был перебор, конечно, нападающих. Очень много было. Соловьев говорит, Володька, попробуй в обороне. Я думаю, ё-моё, в обороне. А потом еще вратарем поставят. А потом выгонят, думаю. А я же еще служу. Я второй год в армии. Ну, куда деваться? Рядовой. Да. Ну, сыграл. Опять дублирующий состав на основной. И когда я сыграл дубль на основной, мне потом сказали, всё, Володька, ты прирожденный правый защитник. Ну, еще вашей-то скоростью, конечно, правый защитник в данном случае. А потом я читал всё. Бровка-то, конечно. Я читал всё. Потом у меня с техникой у меня было всё в порядке. Вот. И я вот как полгода где-то я отыграл в дубли. А потом меня сразу перевели в основной состав. Я сыграл против Михаила Месси в Тбилиси. Ну, это вообще сразу поняли, что... Да, это мое... С Месси тяжело, наверное, было играть. А, да. Техничный был очень. Да, потом Миша спрашивал у Белаковского. У нас тренер был, этот тренер, говорю, вразь был Белаковский. Знаменитый, да. Слушай, Маркич, а что это за дохлый против меня играл? Я, говорит, мяча не коснулся даже. А я ему не давал принять мяч. Я знал, что Миша нельзя давать принять мяч. Ну, дальше обыграет уже, да. Конечно. Да, вообще, у него мяч в ногах, всё. Потрясающе. И знаете, что здесь интересно? Не только то, что вам дали сыграть против Михаила Месси, и не то, что вы выиграли эту дуэль, а то, что Месси обратил на это внимание. И обратил внимание на молодого, да, ну, молодого же ещё, да, крайнего защитника, который не дал ему сыграть. Я опять перевожу этот разговор на современное русло. Я просто не могу себе представить этой ситуации. В условиях такой конкуренции сыграть против Месси, эту дуэль выиграть, и Месси это заметил. Заметил, да. Потрясающе. А теперь про сборную. А то вот мы уже сейчас 25 минут разговаривали, я понимаю, что я ещё не скоро остановлюсь, а у нас, к сожалению, мы, как через какое-то время, да, у нас придётся закончить. А ещё сборная. Что вот первые впечатления от Англии, вот когда приехали? Мы же до этого очень много вместе играли, одним составом, можно сказать. Сначала я был в олимпийской сборной. Я имею в виду, это мы вернёмся к этому, я имею в виду впечатления чисто человеческие. Вот вы приехали в Англию. Да никакого, особенно. Никакого вообще, да. Приехали, тёмный, серый, дымный город. Тогда же было печное отопление у них. Ну да. Ужас, смог, дикий просто. Капитализм. Да. И мы уехали на север Англии, там всё-таки Сандерленд. И там почище, конечно, это за городом. Поля хорошие. Да, да, да. Поля всегда очень хорошие были. Не то, что у нас там в Лужниках. Лучшее поле было на Динамо, но Лужники это вообще кошмар. Рашпиль какой-то. Как прокатишься, подкат сделаешь, так всё у тебя в крови. Страшное дело. А, не потому что не трава, а потому что всё вот такое. Ну, конечно, буграми. Буграми всё. Поэтому и пас отдавали не щекой, а давали с подкруткой, чтобы мяч облизывал все эти бугорки. Сверху. Подъёмом давали пас. Потому что если щекой дашь пас, он будет вот так прыгать. Ну да, он стробит. И дальше куда-то улетит. Да, да, да. Вот такое приспосабливоество. Вот так играли. А сейчас, понятно, идеальная игра, я не хочу. Ну да. Так, в Сандерленд приехали. Да. Ну, в общем-то, у нас тренер был. Ну, не знаю, там, люди, магазины, там что-то для советского человека. Нет, мы за городом жили. А, то есть ничего. А что, у нас магазины уже не прельщали. Почему? Потому что мы же всё прокатили в Южную Америку там 3-4 раза уже. А, ну да. Уже всё видели. Европу, всю Скандинавию. Ну, нам уже нечего. Ну, а как же родина футбола? Тоже не было ничего такого, да. Нет, абсолютно нечего. Скажите такую вещь. Сборная СССР на тот момент времени, ну, там уже, как бы, понятно, и тут уже, что называется, даже рассказывать, особенно, хотя об этом надо сейчас рассказывать, была одним из фаворитов чемпионата мира. Это была команда, чемпион Европы, финалист чемпионата Европы. Одна из сильнейших команд мира. Точно. С футболистами мирового класса. Да. Вы когда ехали, ставилась задача и какая? Нет, никакой задачи не ставилась. Просто не привыкли, наверное, что ли, или как-то это было несвойственно советским людям. Сказали, что, ребят, посмотрите сами, как сыграете. Ничего не было. Интересно, да, при том-то уровне игроков. Уровень сумасшедший. Да. Яшин за сборную мира, Воронин сборная мира, Шусинева сборная Европы, Численко сборная Европы, Митровелли сборная Европы. Да. Вот какие люди-то были. Потрясающе. Да, ну просто звезды. Конечно. Если в те времена можно было бы сборную, условно говоря, покупали бы наших российсоветских городов, Всему уже купили. Все раскупали, да. После Чемпионата мира, как раз было интересно, в газете было опубликовано, кто сколько стоит. Против Яшина было написано, значит, он сам поставит сумму. Ну, против... Ну, всех ходили, там, метровейли грузины, там, а я сколько стою, а я сколько стою. А где, а в каких газетах? В их газетах? В центральных газетах, да. В наших газетах? Нет, в английских газетах, конечно. И все ходили, я сколько стою, я сколько стою. Было интересно, это все хохмать. Дорого, я уверен. Да. А ко мне... Ко многим приходили. И ко мне приходили, кстати. Куда приглашали? В Англии. Манчестер Юнайтед. Так нормально так вообще, на минуточку, да? Так, да. Кого у нас там в Манчестер Юнайтед сейчас зовут? Ну, Кончельский с один играл, и все, собственно. Значит, что интересно, пришли по-русски разговаривают. Владимир, вот так и так. Мы вас хотим пригласить в команду в Манчестер Юнайтед. Я говорю, что значит пригласить? Значит, мне нужно остаться в стране? Да, вот так получается. А я говорю, вы знаете, я не смогу. А почему? А вы знаете, у меня, я говорю, папа работает в Комитете Костбезопасности. Что правда, да? Что правда, да. Да, в том-то и дело. Ну как, это предательство? Считалось, это предательство. Ну естественно. Ну вот, отца бы сняли с работы сразу. Это в лучшем случае. В лучшем случае, да. Вот, а, извините, извините. Ужасно жалко вот так вот думать, да? А так, в принципе, значит, против меня сумма стояла 900 тысяч фунтов стерлингов. Это больше миллиона долларов. По тем временам, это тот миллион долларов, это не нынешний миллион долларов. Да, да. Это там миллионов, то есть где-то на 20 надо умножать, где-то примерно вот так вот, если не больше. Да. Вот такая сумма. Сам чемпионат мира, ну он сложился, с одной стороны, для нашей сборной очень удачно. Я опять-таки, я чтобы чуть сократить дистанцию, обыграли итальянцев. Заняли первое место в группе, в которой играли сборная Италии, сборная КНДР и... Чили. И сборная Чили, да. И вышли из группы с первого места. С первого места. А затем еще и венгров обыграли. А венгры обыграли перед этим Бразилию. Да. Это тот самый турнирный, которым сломался Пеле, да? Да. И там, в общем. А потом вот этот вот матч с командой ФРГ, который... О, это драматический. Очень грустно вспоминать, мне кажется. Могли же обыграть. Могли обыграть. Они боялись нас ужасно. Вот. Тем более Игорь Численко тогда был в потрясающей форме. Угу. Все время забивал. Каждую игру он забивал. Сломашедшая скорость у него была. И он чувствовал себя великолепно. И как раз получилось так, что его удалили с поля. Уже где-то в конце. А за что? Не помните? Ой, он там Шнеллингер, по-моему, левого защитника играл. Он его все время кусал по пяткам сзади. Игорек получает мяч, а он его сзади по пяткам бил. Все время по пяткам. Ну, вообще, говорят, был такой гадкий игрок. Он же там в одном из матчей сыграл. А, в матче, не помню в каком, он там сыграл рукой, и не заметили судьи. Да, с ним много историй. Очень противный игрочок был. И вот Игорек не выдержал. А я рядом был, буквально, где-то метров, наверное, 7-8. И он ему ответил. Хотел ответить. Он замахнулся на него ногой, Игорек. Я говорю, Игорек, не надо, кричу ему. Игорек, не надо. А в это время этот Шнеллингер, как будто его ударили, упал на спину. А судьи обернулся. Ой, что, все. Желтых, кажется, красных не было. Сразу удалил с поля. В этой же игре, буквально в начале второго тайма, Иожев Саба, полузащитник наш, очень хороший, кстати, киевлянин. Да, техничный. Техничный, потом смелый, потом такой жесткий. Получает травму голеностопа. А менять нельзя. А менять нельзя. Тогда не было замен вообще. И он уходит на левую бровку, и там остался стоять. Все. Через него даже не... Ну, можно было обыграться от него. Он только мог пас отдать кое-как, и все. Так что мы играли 8 человек полевых против 10 немцев полевых. Потрясающе. Да. И вы проиграли 2-1. На последних минутах забить еще Паркуян мог, еще 2-2 бы сыграли бы. Елки-палки. Прям настолько обидно. Они дрожали немцам. И это всякие Бекенбауэры, Мюллеры, там и так далее. Да, да, да. Что, Бекенбауэр какое впечатление произвел? Ну, во-первых... Сильный футболист? Он же отличался все равно от всех остальных. Вот сборная СССР играла в свой футбол, правильно? Мы же все равно как немцы, как все остальные. Да, как сказали, говорили, вернее. Выгод в техническом плане все подготовлены. Плохо. Надо играть физикой, надо их задавить. То есть двигаться вперед-назад. Особенно полузащитники должны очень хорошо работать, еще и хорошо двигаться. Да все, короче говоря, двигаться. Такое бронусское движение. Ну да. Тогда будет результат. Оказывается, мы потом поняли, мы в техническом плане нормально подготовлены. Да, еще бы. Физика у нас была вообще хорошая. Ну, еще бы так готовили тогда, на выживание, как в Ростове. На выживание. Мы такие кроссы бегали, будь здоровы. Сейчас не знаю, бегают они кроссы. И это при том, что в те времена, скорее всего, медицина-то в общем, ну, мягко говоря, отставала от нынешней. Очень отставала. Очень. К нам приходили защищать докторские диссертации. Потому что после нагрузок, сразу там какой-то, который защитник этих докторских диссертаций, мы садились у него, так сказать, где-то на лавочке. И показывали. Он нам мерил давление 200 на ноль. У них глаза у всех были такие. Давление 200 на ноль. Что это такое? Они не понимают, в чем дело. После нагрузки 200 на ноль. Все. Так бывает? Да. Вот, то есть, кровь течет все время в одном русле. Потрясающе. Да. И они не понимают, в чем дело. Не понимали ничего. Не прекращали тренировку. Ничего. Нормально. Вот такие нагрузки были, удерживали. Мне сейчас коллеги из аппаратной подсказывают, что ваша стоимость на нынешние деньги 18 миллионов фунтов. То есть, это 25 примерно миллионов долларов. Ну, это уже прилично. Это не то, что прилично. Вот. Это огромные деньги. Я согласен. Да. Бои с удовольствием. Да. Я думаю, что в качестве обмена опытом уж точно. Владимир Алексеевич сейчас бы Манчестер Юнайтед пригодился. Особенно в нынешнем состоянии, потому что он сейчас всем проигрывает. Вот. Даже с Мауринию. Так что, да. Ну, и игра против Португалии, конечно. Тоже ведь 1-2. И Сейбио. А тогда, да. Тогда много народу уже у нас не играло. Шестернев тоже сломался. В центральной защите. То есть, по резервный состав был? Ну, конечно. Тогда нам было... Могли бы уигрывать тоже португальцев. Но там сплоховал у нас центральный защитник. Это... Грузинский. Грузин, как его... Ой, ё-моё. Тоже вылетел из главы. Сейчас посмотрим. Может быть, найдем. Муртас Хурцелава. А, Муртас Хурцелава. Да. Он первый мяч схватил, мяч рукой. Ну, что ты будешь делать? Лёвий Яшин забивает 11-метровый. И второй мяч тоже он потерял позицию без Алика. Алик всегда командовал защитой. Кто где должен находиться, всегда подсказывал. А в этот раз он растерялся. Тоже прозевал своего игрока. И второй мяч забили. Ну, 2-1 проиграли. И то, опять это речь идёт. Мы сейчас говорим о матчах, уровня которого сборная России только-только сейчас на последнем чемпионате мира начала... Не по уровню игры, а по уровню достижений потихонечку начала добиваться. Да. Мне очень понравились, конечно, последние игры. Видно, Черчесов показал, где находятся ворота. Вот в чём дело. А также они всё время до него всегда играли поперёк, назад. Ну, что это за игра такая? Получалось как? Нападающий доходит до штабной площадки противника. И не знает, что делать с мячом. Не знает, что делать с мячом. Что он делает? Отдаёт мяч своему полузащитнику. Полузащитника даёт мяч центральному защитнику. Центральный защитник отдаёт мяч в вратарю. Вратарю убивает мяч в поле. Да и там Якушин, Бесков, они бедные в гробу переворачиваются. Ну, да. Ну, что это за футбол такой? А это что, психология так работает? Почему не обыгрывают? Они боятся потерять мяч. Это психология, да. Видно, нужно требовать с них. Раз и нападающий. Находишь на правом фланге. Там же разряженная обстановка. Там нет такой скучности, как посередине. Или левый нападающий, или правый. Раньше специально подбирали и правых, и левых нападающих. Скоростных причём. Ветеран Тбилиси. Месхи, Миттервели. Динамо Москва. Численко, Фадеев. Торпеда Москва. Все скоростные. Рингольд, Спартаковский. Боже мой, он отбежал быстрее ветра. Левый крайний нападающий. Был здесь совсем недавно. Валерий Леонидович сидел. Здорово. Валерий, мы с ним дружим. Да. Ну, обязательно привет ему передадим. А может быть, и по ходу программы он увидит. Обязательно будет рад. Да. Ну и теперь у меня два вопроса к вам. Которые, вот такие две темы ещё, которые хотелось бы очень обсудить. Вот нынешняя, вот это вот, ну как бы нынешний чемпионат. Я не про то, как играют команды. Играют одни лучше, там другие хуже. Вот то, что вы рассказываете про психологию. Внутри командную у меня такого ощущения, что сейчас в командах этого нет. Я не знаю, может быть, я не прав. Но в каких-то есть, вот говорят, что в ЦСКА вот так сейчас до сих пор, вот это вот такая полусемейная атмосфера, когда каждый за каждого, когда есть какое-то внутреннее понимание. У меня ощущение, что это ключ к результату. Я согласен. Вот именно это. Потому что я смотрю, что происходит с тем же Спартаком сейчас, или происходит, ну периодически происходило с Зенитом. Вот если внутри нет общекомандной атмосферы, каких-то игроков не набери, они не играют. Совершенно верно. Абсолютно правильно. Но здесь Ленор Ишгинер, конечно, руководит всем этим обществом. Вот в чем дело. Он не дает распускаться, у него каждый игрок, в общем-то, на учете и на контроле. Здесь не забалуешься абсолютно. Ни молодой, ни старый здесь не играет никакой роли абсолютно. Потому что вот вчерашний матч того же Спартака, когда вели в счете и проиграли, у меня было ощущение, что команда плывет. Что вот она психологически плывет, она не держит игру, вот как боксер, не держит удар. Но ведь это происходит от чего? Это же не только от тренера зависит. Конечно нет. Это от игроков полностью зависит. Мобилизоваться. Кто-то должен один скомандовать обязательно. То есть лидера нет? Да, лидера нет. В сборной командовал у нас Яшин, Шестернев, Воронин. Вот три вот такое было. Это он Верат. Они, это что нужно было там, я прошу прощения, там наорать на всех? Командовать, да. Лев командовал. А ну-ка взяли всех игроков ближе, чтобы не было такой болтанки. Иногда болтанка получается. Все отскочили от своих игроков на два-три метра. Дают получать мяч. Прежде всего не дай получить мяч. Чтобы они не знали, что... И его беспрекословно слушались. Абсолютно. То есть это был такой авторитет, с которым не поспоришь. Абсолютно. А то и что, тебя не выставят на следующую игру. Зачем ты нужен? Если из-под тебя, допустим, идут прострелы или навесы на ворота. Скажите, Владимир Алексеевич, вот у меня сейчас этот вопрос родился по ходу. Очень многие говорят, что футбол изменился с тех пор. Он, наверное, изменился. Изменился, да. Вот вы сейчас смотрите, вы сказали, много футбола смотрите, разного. Но какие-то вещи базовые, я имею в виду, не только в отношении к делу, но в принципе, они все равно остались. Но все равно футбол это игра. Я не верю в то, что футбол изменился до такой степени, что те люди, которые играли на уровне звезд мирового футбола, вы в частности. Вот вы смотрите и говорите, нет, ну мы бы сейчас, нет, ну сейчас совсем другая игра, другой футбол, они там, другая тактика и так далее. Я вот в это не очень, как бы, мне кажется, что... Нет, я вижу, я очень хорошо вижу и без удовольствия смотрю некоторый футбол. Не некоторый, в большей степени. Почему без удовольствия? А потому что нет технических приемов, нет какой-то обводки, не берут на себя игру. Раньше кричали, отдай мяч, очень любили повозиться с мячом. Очень, все, вот любого игрока возьми, полузащитника, ну защитники там редко воспользуются таким приемом, чтобы возиться с мячом. Нельзя, там некогда. Ну да. Вот, а полузащиты, нападающие очень любили возиться с мячом. Очень любили. И несмотря на то, что били по ногам? Да, конечно били, а как же. И уж явно не меньше, чем сейчас. Конечно, а сейчас пас ради паса. Раньше пас ради паса, это был такой прием. Ну только лишь держать атакующий порыв противника. Ну то есть просто подержать мяч. Да. А сейчас, ну как-то, ну все время пас ради паса. Пас поперек, пас назад, поперек назад, поперек назад. Если мяч попадал у нас нападающим, все, только вперед. Никакого назад никто уже не играл, не имел права. Не то, что делал права, это было как-то не принято. Что это за нападающий, который отыгрываешь мяч назад под своему полузащитнику? Все уже. Ты сам решай. Ну, либо кто-то рядом, да, там, из партнеров. Обязательно. Он помогал, вот, стеночку там сыграть, все такое. Обязательно окажет. А Черчесову, ну вот сейчас, как вы сказали, удалось показать, где ворота. Но ведь класс игроков, он же не вырос по сравнению с тем, что было до него. Да, они стали бежать вперед. А у него что-то стало... Стали бежать вперед. И бить по углу. Черышев очень хорошо, удачно вписался в коллектив. Сколько он хороших мячей забил. Знаете, я, кстати, вспомнил эпизод. Играли со шведами, я красоту игру комментировал, играли со шведами в Калининграде. Счет 0-0. Остается там две минуты играть. Мяч у наших защитников. Выскакивает Черчесов на бровку и машет им рукой вперед. Все вперед, он их гонит вперед. Хотя, да, не то, что вроде бы 0-0, там, может быть, удержать две минуты. Нет, он их гонит вперед. И я прям был потрясен. Такого я не видел. Да, да, да. Прям такая неистовая страсть у него была, у Станислава Саламовича, чтобы они шли забивать, они стояли за это. Совершенно верно. Только так. Как у нас тренер Морозов был. Он, в общем-то, звезд с неба не хватал на чемпионате мира в Англии. Как он говорил? Две-три передачи, проходим быстро в середину поля, и мяч должен быть уже в штрафной площадке противника. А там уже разберемся. А там разберемся. Почему? Потому что, когда идет атака, все защитники бегут лицом к своим воротам. Как только идет затяжка времени, так сказать, поперек и назад, Они разворачиваются. Разворачиваются. И все становятся спиной к воротам и лицом к игре. Ну да, а теперь тоже что-то с ними сделать. Когда идет прострел или подача, они же могут забить мяч в собственные ворота. Там идет паника уже. Из игроков, ну, кстати, оказывается, мы тут знали, у вас с Валерия Леонидом Чемпрометт Гольденом день рождения в один день. Да, 18 февраля. Да, между прочим. Только у нас 1942 года. Ну да. Да, два года разницы. А кто еще из игроков того поколения, ну, вот, вашего поколения, с кем дружили? Ну, в команде с Шестерневым. Так, очень близкие, так, в хороших отношениях были. Я был на его свадьбе с Татьяной Жоковой. Он у меня был на свадьбе. Так что здесь вот... Что означало дружба в тем временем? Ну, вместе живем в гостиничном номере. Так, вместе после игры общаемся. Где-то, ну, после игры... Режим вместе нарушали? Да, вместе. Ну, обычно в бане же собирались все после игры. А что пили? Пиво в основном? Ну, да, пиво. Пиво нет. Покрепче. Коньяк. А, нет, ну, как коньяк с баней-то? Ну, нормально. Рагвиль, Арарат. Вот всегда у нас там два ресторана были. Ясно. А игроки разных команд ходили в разные рестораны? Ну, в основном собирались всегда после игр, которые проходили в один и тот же день. В ресторан «Советский». Там можно было... Это на Ленинградке? На Ленинградке, да. Рядом с «Динамо». Там динамовцы всегда собирались. Торпедовцы. Вот всегда своих там можно... Любое время заходи, там кто-нибудь обязательно находится. Ясно. А встречались игроки разных команд? Конечно. Обязательно. А как же? Так, чтобы вот... То есть не было такого, о, там, не знаю. Там «Динамо» спешил, там «Спартак» спешил. Никогда. Никогда. Не пустим. Одинамовцы вообще там, значит, имели, так сказать, свой открытый счет, им официанты записывали. Ну, денег не... Всегда же было таких денег-то мы никто не зарабатывал. Ну, как вы сказали про 400 рублей? Ничего себе. Да, уже, когда за выигрыш там платили уже в основном составе, там, по-моему, по... Ну, а, другие цены были, 70 рублей. А, 70 рублей платили, правильно. Это до 61-го года 400. Ну, да. А потом тоже другая система пошла. Ну, да, да. Вот. Уже за выигрыш платили 70 рублей, но с вычетами... Не, 80 рублей, а с вычетами 74 рубля. Вот 74 рубля можно было хорошо... Вас узнавали всех? Да, конечно. Конечно. В советском всегда в ресторане. И в Арагве, и в Арарате. Вон, футболисты сидят, да? Да, конечно, всегда... А тренера нет ничего? Неужели вот в те времена там за это не ругали? Нет, ничего не было. Ничего абсолютно. Вот любопытно. Говорят, что вот была страшная дисциплина, жесткая, нет, а при этом могли гуляли. Могли спокойно, да. Ну, не хулигать, ничего. И при этом, обратите внимание, никто никого стульями по голове не видел? Нет, никогда. Никогда. Очень доброжательная обстановка. Подходили, просили автографы там. А если мы играли где-нибудь в Белиси? О, ну, там вообще... Там подкатывали стол. С напитками. Такой, на колесиках. Тут надо было уйти как-то оттуда. Да, самое главное, оттуда живым уйти, да. А как же, а ну и плюс тбилисские приходили, да? Обязательно. Все тбилисские сидели, мы с ними сидели. И, конечно, эти болельщики вообще там ненормальные в Тбилиси. Я говорю, вот тележку подкатывают с напитками различными. Выбирайте уже, дорогой. За все оплачено. Все. Потрясающе. А полететь на следующий день? Да, конечно. Перничевали и улетали домой. Ничего страшного. Сегодня, между прочим, кстати, день рождения Льва Ивановича Яшина. Между прочим, сегодня как раз. Надо Валентин Иванович позвонить. 89 лет ему исполнилось, да. Так что у нас как раз очень удачно совпало. Мы и его немножечко вспомнили. Да, ну это великий вратарь, конечно. Как и всю ту... Вот мы как раз тогда в конце, вот, что называется, один вопрос. Давайте вот ему посвятим. На ваш взгляд, в чем его величие? А вот меня все спрашивают. В чем его величие, да. Сейчас многие говорят, вот как Яшин играл. Да надо смотреть, надо с ним участвовать. Вот тогда ты можешь говорить, как Яшин играл. Ну вот, расскажите нам. Вы же и против него играли, и с ним играли. И против него играли, и с ним играл, да. Во-первых, он очень здорово подсказывал. По защите взять поплотнее. Там он кричал, Володька, справа, ближе возьми. Это раз. Во-вторых, он обязательно вбрасывал мяч рукой, чтобы начиналась атака. Потому что, когда у Львы мяч, левые и правые защитники должны были широко открываться по всему участку поля. Далеко бросал? На бровке, далеко бросал. До середины поля бросал. И вбрасывал мяч, он такой с подкруткой бросал. Мяч, можно сказать, сам останавливается, его только обработать. И уже поднимал голову, знал, кому отдать мяч. И вот он в ноги прилетал. Да, 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 в ноги уже прилетал. Только нужно немножко было подработать и поднять голову, посмотреть, успеть посмотреть. Во-вторых, это уже, в-третьих, очень здорово играл на, уже не говорю про вратарскую площадку, это была его площадка, Левина уже. Он очень здорово играл на выходах, на всей штрафной площадке. Ну, это все говорят, что он новаторствовал в этом смысле, что никто так не играл в те времена. Он громогласно выкрикивал, очень громко кричал на стадионе «Динамо». Вообще прекрасно было слышно. Что кричал, я? Я. Я. И кулаком. Выходил с кулаком, с коленом, во-первых, обязательно. Все нападающие разбегались. Мы тем более все разбегались, потому что если Лева кричит «я», нужно где-то... Лучше отойти. Лучше отойти, потому что он кулаком может засадить тебя по голове. И выбивал мяч кулаком. Вот и, конечно, стоял на линии. Говорят, его боялись даже, когда пенальти ему били. Да, ну, такая громадина стоит, он как вот так руки раздвинет. Куда бить-то ему? По мячу реагировал? По мячу. Он не бросался. Он не угадывал. Никогда. Вот сколько я помню, Лев никогда не бросался в разные углы. Это некрасиво. Вратарям сейчас говорят, ну, что ты бросаешь? Ну, стоит на месте. Среагируешь, ну, среагируешь. Ну, не среагируешь. Ну, да, вот эти вот, да, когда мяч летит в один угол. Ну, а вратарь в другой, это выглядит, да. Лева никогда это не допускал. Потому что это куром на смех. Ну, да. Выглядит это действительно не очень. Конечно, некрасиво. А и человек же еще. Человек просто замечательный. Такой скромняга. При том, что это мировая звезда. Лучший вратарь 20 века. Никогда не считал себя каким-то великим. Никогда. Даже разговора там не было. Со всеми вместе там, сколько мы в Южной Америке путешествовали. Ну, по граммульке там всегда собирались, выпивали. Не без этого. Я с ним же курил еще причем. Курил, да. Потому что у него было что-то связано с желудком. И у него боли были. И он принимал таблетки и курил. Потому что боли были у него. Он не жаловался никогда. Потрясающе. Владимир Алексеевич, я в восторге. Правда. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Потому что, я вам скажу так. Вот цель приглашения вообще больших наших звездных ветеранов сюда, в эту студию, чтобы вот эту страницу, мы не всегда ее можем приоткрыть еще просто потому, что очень мало видео сохранилось. Да, мало. Но хотя бы, чтобы люди это знали. Чтобы люди знали как можно больше о том времени. И дай вам Бог здоровья. Спасибо вам большое. Ну, вот вы первые вспомнили про чемпионат мира. Даже у нас прошел чемпионат мира. Никто даже не вспоминал никого даже про английский чемпионат. Как можно про него забыть? Это главный чемпионат. Просто говорили про советское уже время. Про советское. Нет, это вообще по-другому и быть не может. Ну, вот так у нас получается. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Владимир Пономарев, потрясающий советский футболист. Участник и не просто участник, а участник, соучастник выдающегося достижения советского футбола. Четвертое место на чемпионате мира, до которого мы пока не то, что дотянуться не можем. Мы не столько по уровню результата, сколько по уровню игры, понимания, ощущения футбола не можем дотянуться. И вот это ощущение, я надеюсь, вы сегодня получили. С вами был Александр Кузмак. Спасибо большое нашему замечательному гостю. Спасибо вам за внимание. Смотрите нашу программу. Смотрите ее не только в прямом эфире, но и в повторе, разумеется. Следите за всевозможными анонсами. А мы встретимся с вами завтра здесь, в этой же студии. Всего вам доброго и счастливо. Субтитры подогнал «Симон»!